Сенсационное признание бывшего координатора белорусских протестов и разоблачения соратников у нового выпуска программы «Марков». Ничего личного, порядка 700 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube. Вдобавок тому, что миллионы людей по телевизору посмотрели резонансное интервью Протасевича. Интерес к признаниям, которые проливают свет на закулисье белорусской оппозиции, продолжает расти, даже несмотря на неожиданные возрастные ограничения у ролика. Неужели правду YouTube счел шокирующим контентом? Очевидно, для тех, кого Роман Протасевич называет в своем интервью, так оно и есть. Люди, руководившие белорусскими протестами из-за рубежа, тщательно скрывали подробности своей деятельности и всеми способами старались избежать огласки. Перед телекамерами Протасевич рассказал о своей причастности к заговору и роли связного между оппозиционным штабом и конспираторами, среди которых были граждане США. Раскрылись и детали финансирования беглых оппозиционеров. В телефире названы конкретные суммы иностранных дотаций на организацию протеста в Беларуси и якобы поддержку протестующих, которые нарушили закон. Белорусский дом в Варшаве – это ведущая организация, которая контролирует, по сути, все белорусские события, всю белорусскую повестку. Лично через премьера Польши, через карманы белорусского дома в Варшаве было выделено 53 миллиона злотых на помощь белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? То есть деньги-то вроде бы были выделены. И наша редакция там сидела. Домофон разрывался круглые сутки. Люди реально пытались переходить и обращаться за помощью. Но людям просто никто ни разу не открывал. Протасевич называет пофамильные людей, которые за экстремистские посты в мессенджерах призывы выходить на улицу, блокировать рельсы, получают реальные большие деньги. Степан Путила, Ян Рудик. Вот позже туда стал входить еще один представитель телеграм-каналов. Не, это Тадеуш Гичан. Также туда входил Франок Вечерко, который зачастую мог просто прийти в этот... Ну, условно говоря, прийти, написать, и в чат сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать. Антон Матолько. Данил Богданович, которого я уже ранее упоминал. А ранее там также присутствовали такие персонажи, как Шрайбман, Пальчис. Известные люди достаточно. Да, Шрайбман, Пальчис, Юшкевич. А также там состоял, насколько я помню, еще Анастасия Рогатко, которая также имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской. По словам собеседника ОНТ, отношения между деятелями оппозиции крайне напряженные. Идет борьба за финансовые гранты и политическое влияние. И оппоненты не гнушаются никакими средствами. За сутки до старта Латушка, по сути, каким-то образом получил доступ и к сайту, и ко всему. И он объявил нау своей инициативой. И он просто за сутки до запуска просто украл проект. Это вот самый простой пример того, сколько на самом деле происходит внутренних грызней. Но это же скандал. Тот же Вечерка чуть не набил морду Яроховцу, представителю вроде бы страны для жизни. Об истинных целях зарубежных кураторов много раз говорили белорусские политологи и общественные деятели. Но именно это интервью человека, который был там и сам организовывал беспорядки, полностью изобличает его соратников. И, наконец-то, откроет глаза тем, кто до последнего не верил, что причина всей мнимой политической активности эмигрантов сугубо финансовая. Их сторонники, которые, возможно, летом прошлого года действительно им поверили, сейчас видят, что здесь нет открытости, здесь нет искренности. И в тех условиях, когда они увидели, что идет дележка власти, денег, постов, еще даже когда эта власть не достигнута, безусловно, вскрываются подлинные цели этого движения. Хотя мы это видели и раньше, но это свидетельствовал один из организаторов, на определенном этапе один из руководителей. Пароли и явки от Протасевича, стоимость в кавычках конспиративных квартир, а на самом деле дорогой жилплощади, польские и литовские медиа в своем эфире стараются избегать. Но вот простые литовцы и поляки интервью смотрели, и теперь не прочь задать вопросы своим властям. Польским налогоплательщикам, в том числе и польским, стоит действительно узнать, на что расходуются публичные государственные деньги. То, что сейчас мы слышим от Протасевича, говорит всего лишь о том, что все, что случилось в Беларуси, особенно в течение последнего года, в связи с выборами президента Беларуси в августе 2020 года, это на самом деле действительно попытка организации, может быть, цветной революции, которые даже говорят, что переворота по украинскому образцу, по образцу Украины 2013-2014 годов. И вот такие же люди, как Протасевич, кстати, присутствовали во время событий на Майдане, на Украине. Они присутствовали в Киеве, как мы узнали. Мы тоже узнали, что, скажем, не только в Киеве, а даже занимались, скажем, деятельностью в вооруженных бандформированиях, таких как батальон АЗОВ. Также буквально по минутам анализируют интервью, в котором Протасевич пытался объяснить свою миссию на Донбассе, ведущие медиа Украины и России. Это был ваш штатный пулемет? Да, то есть, мне его выдали. На фото он признает Протасевич и добавляет, это просто снимали на полигоне. Он в камуфляже с оружием в руках, на груди три обоймы с патронами. Сам Протасевич, нацист и вояка из батальона АЗОВ разоблачил всю белорусскую оппозицию. В дискуссионных ток-шоу особое негодование экспертов вызвал тот факт, что беглые оппозиционеры живут в роскоши, а людей в Беларуси буквально хотят заставить голодать. Мог прийти тот же вечеркой и в лоб сказать, Рома, ты должен подумать над улицей, потому что ты должен понимать, что не будет улицы, не будет санкций. Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика, люди выйдут на улицу для того, чтобы, ну, это будут голодные бунты. И это, по сути, и является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводиться. И ваш лидер понимает, что это цель, которую они должны достигнуть? Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить ее вопрос? Я более чем уверен, что все все прекрасно понимают. Понимают все и зарубежные инвесторы белорусских протестов и работодатели Протасевича. Программу ОНТ внимательно смотрели в Канаде, Великобритании, Франции и США. Американские телеканалы предсказуемо стараются избегать даже попытки анализа разоблачительных признаний. Не разделяя уже Беларусь и Россию, сегодняшние санкции против Беларуси – это часть подготовки, артподготовки перед переговорами Байдена с Путиным. Потому что и в этом плане, мы же понимаем, Протасевич сказал в том же интервью, что организационные мощности и той же некто, и всех остальных, должны были быть перекинуты на Россию, на российский фронт. О своей переориентации и поддержке российской оппозиции публично говорил и другой основатель экстремистского канала – Степан Путило, с которым Роман Протасевич, по его собственным словам, разошелся из-за денег и славы. И несмотря на невозможность новой волны сколь-нибудь крупных протестов в Беларуси, в это не верят даже в стане оппозиции. По словам собеседника ОНТ, в нашей стране остались так называемые спящие радикальные ячейки и даже схроны с оружием. Что еще держат прозапасы организаторы протестов? Покажут время и, судя по всему, данные в гаджетах Протасевича. Информацию на телефоне и ноутбуке сейчас внимательно изучают следователи. Наталья Тарасюк, Анна Мороз, Андрей Петровский. Наши новости.